Всем привет! Это снова Скиф. В нашем полку прибыло. С этого года компания Велопланета является официальным дистрибьютором бренда Марин в Украине. Велосипеды уже начали поступать в магазины розничной сети и в честь этого сегодня у нас на сборке вот эта вот прекрасная модель Марин Пресидио 1. Я скажу честно, я в линейках велосипедов этой компании не разбираюсь от слова совсем. Я знаком только с двумя моделями. Это Фоконнерс, Никасио и даже, наверное, третья моделька. Это Никасио Плюс, велосипед, на который я на самом деле так положил глаз. Очень хочу его пощупать и катнуть даже на нем. Кроме стальных туринговых велосипедов у Марина еще есть крутая линейка карбоновых велчиков, карбоновых циклокроссов, но, к сожалению, в этом году пока что они не планируются завозиться в Украину. И, помимо всего прочего, есть еще две линейки. Одна кроссконтрийная, другая городская коммьютинговая. И вот модель как раз вот эта вот Пресидио 1. Это велосипед, который Марин позиционирует как велосипед для коммьютинга. В принципе, внешне, по первым характеристикам, которые я там успел прочитать об этом велосипеде, мне он очень понравился. И сейчас мы его с вами распакуем и посмотрим на него. И выглядеть он должен достаточно классно, по крайней мере, по картинкам. Такой стильный, модный велосипед. Давайте полезем во внутрь коробки и посмотрим, что оно такое. Поехали. Внутри коробки, в упаковке этого велосипеда нет ничего сверхъестественного, упакован он как большинство среднестатистических велосипедов. На своем месте распорки, на своем месте уплотнительные материалы. В какой-то момент там даже внутри коробки что-то пошло не так и есть один уплотнитель, который ничего не держит, но, наверное, он держал руль. Из интересных таких моментов, которые я вижу сразу, это то, что катафоты валяются отдельно от велосипеда и нигде на него не установлены. Вот этот пакетик с дополнительными штуками на колесо оранжевыми. Вы знаете мои отношения к катафотам, я думаю, в прошлом видео точно. Ну ничего, имеет место быть, пускай кому-то нравится. Я знаю многих людей, которые уверены в том, что катафоты помогают им быть более заметными на дороге. В любом случае, помогают, да, добавляют какой-то видимости минимальной, да, но надеяться на них ни в коем случае нельзя. Поэтому всегда оборудуйте свой велосипед на темное время суток хорошим комплектом освещения. Вот так вот бросил, и, короче, они сразу в мусорное ведро попали. Давай, тебя достанем. А нет, сначала достанем седло. Ну, вы понимаете, да, что там фабрика там не будет, я даже шуток никаких отпускать по этому поводу не стану. Блин, ребята, он охрененно легкий. Ну, прям вообще суперлегкий. Сейчас соберем, взвесим его. Обязательно. Ммм, наша любимая коробочка с ништяками. Ну, их там очень много, как мне кажется, там мало всего, что ли. Вес велосипеда обещают 12,9 килограмм, и это в Ростовке Эль. Ну, неплохо, если так будет с велосипедом на планетарной в Туркита. Ну, и 16,9 весит велосипед внутри коробки с этими упаковочными материалами. Погнали, повесим его на стоечку нашу и будем собирать. Знаете, что первое бросилось в глаза, когда я повесил велосипед на стойку? У него разъемное перо. То есть, велосипед на планетарной втулке, под систему на цепи. Ну, у него есть разъемное перо, если вы вдруг захотите апгрейднуться до ременной передачи, вы можете спокойно это потом сделать на этом велосипеде. Это круто. И мне кажется, что раз это сделано на такой раме, то просто у этой рамы есть несколько разных комплектаций, и одна из них вот как раз на ременной передаче. Давайте уже снимать упаковку, все, все, потому что цвета мне очень нравится этого велосипеда. Серый, там, с черным, с голубенькими вкраплениями. Красиво все очень сделано. Интересно, это такая система транспортировки эксцентрика, он идет не отдельно от этой коробочки с ништяками, а он вставляется в распорку, в переднюю вилку, и в этой распорке обжимается. Седло, 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 седло. Что-то нам принесло. Классическое мариновское седло. Нехорошо, неплохо, мягко, для городских условий каеф. Ну что, я с него всю упаковку снял. Давайте залезем в нашу любимую маленькую коробочку и посмотрим, что там в ней. Среди мусора найти бы теперь. Ага, знаете, она, короче, похожа в таком состоянии, что похожа на коробку, которая прошла все круги ада укрпочты. А тут у нас педали. Хорошо, очень-очень, на них вращается, мне нравятся. Такие. Похожи, с шипчиками даже, похожи на Stolen Thermalight. Интересно, но стрэпы некуда пропускать, в них нету дырок мало. Как тестовые педали, отличная штука. Катафоты. Передние, задние. Вы знаете, что с ними делать. Звоночек. Одноразовый, но все же звоночек. Ничего, можно использовать. Фух. Bicycle Owners Manual. То есть это не гарантийный талон, это просто Owners Manual. Сюда нету полей для того, чтобы вписывать какую-либо информацию. Понятно. Но, что самое интересное, поставляется он в таком вот пакетике рубашечки, который должен, я так понимаю, цепляться на руль велосипеда. В этот пакет вставляется ценник. То есть, в принципе, ребята озаботились тем, чтобы их продукция уже изначально была хоть как-то представлена на витрине магазина. И все. Два болта есть еще для крепления переднего тормоза дискового, потому что он снят. Согласитесь, у всяких там велосипедов, особенно из топовых линеек, там у Cannondale, там подвесов. Кстати, мы с вами еще не собирали ни одного двух подвесов. А напишите-ка в комментариях, какой из двух подвесов от компании Cannondale, топового сегмента, вы бы хотели видеть здесь, в этой рубрике анпакинга. Естественно, из Cannondale 2020 года. Если он у нас будет в наличии, мы его обязательно соберем. Ну что, мы можем приступать к сборке велосипеда. Собирать здесь абсолютно нечего. Прикрутить руль, установить колесо, прикрутить передний тормоз. Не знаю, может быть придется немножко подстроить планетарную втулку, но планетарные втулки настраиваются. Ну и тормоза гидравлические, как правило, с ними нету никаких проблем, поэтому передний тормоз сейчас поставим, вставим в него колесо и можно будет, я думаю, ехать кататься. Погнали! Знаете, что еще немного смущает? Очень много чего в упаковке велосипеда скреплено на наш манер вот такими вот канцелярскими резинками, которым бабки перетягивать принято. Ну, как-то так себе. Ну что, наш велосипед собран и давайте пройдемся по его комплектации. Велосипед собран на алюминиевом фреймсете, достаточно классные расцветки. Велосипед у этого велосипеда простенький, втулки на насыпных подшипниках, обода двойные, не пистонированные. Точно так же, как и марку подсидела выноса, точно так же и марку втулок и ободов, Марин не указывает, он указывает их как Марин. На велосипеде установлена планетарная втулка Shimano Nexis на три скорости, цепь KMC Z410 и дисковые гидравлические тормоза Shimano U300. Также рама имеет разборное заднее перо, что позволяет вам устанавливать ременную передачу, а натяжение цепи регулируется за счет смещения задних дропаутов. Резина на этом велосипеде установлена 700 на 32C от какой-то компании V-Tire Company. Я, честно говоря, такого даже не знаю и впервые слышу. У нас там на покрышках есть красивая боковая рефлективная полоска. На вилке также расположились по одной бонке на каждом пере для установки переднего багажника. Вес собранного велосипеда в размере L составляет 12 килограмм 700 грамм. В целом это достаточно крутой коммитинговый байк в своей ценовой категории, а стоит он именно 16 874 гривны. И в принципе за эти бабки вы получаете классный простенький велосипед от уже достаточно именитого бренда. И главное, что у этого коммитингового велосипеда есть все, чего так не хватает другим современным компьютерам, которые сейчас можно найти на нашем рынке. А именно гидравлические дисковые тормоза, планетарная втулка и возможность установки ременной передачи. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Спасибо большое вам всем за просмотр, уделенное время. Ставьте лайк, обязательно дергайте за колокольчик. И обязательно помните о моей просьбе. Пишите в комментарии, какой двухподвес компании Cannondale 2020 года вы бы хотели видеть на нашем канале в анпакинге. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok